Давайте поговорим о планировании. Довольно часто я сталкиваюсь с тем, что сотрудники компании разных видов бизнеса не планируют свою работу. Вернее, как правило, они называют своим планом просто желание достичь какой-то количественной цели. Спрашиваешь у продавца, дружище, какой у тебя план? Говорит, у меня план продать на 100 тысяч. Ну, 100 тысяч это хорошее желание, но какой план? Понимаете, план это последовательность задач. И когда у него спрашиваешь, а что конкретно ты должен сделать, чтобы продать на 100 тысяч? Покажи, что ты должен сделать прямо на этой неделе и так далее. И знаете, этот парень делает круглые глаза. Он говорит, ну как мы? И так далее. Если у человека нет конкретного плана. По сути, у него нет конкретного собственного решения, что он будет делать сегодня, что он будет делать в течение ближайшей недели. По сути, этот человек плывет по течению. Понимаете? Он как щепка плывет по волнам и, по сути, этот план, это его количественная цель. Она, возможно, будет достигнута. Но она будет достигнута благодаря стечению обстоятельств. Благодаря тому, что руководитель отдаст ему вовремя нужное распоряжение. Благодаря тому, что клиент вовремя попадется новый и так далее. Если человек не понимает, какие задачи ему нужно выполнить, если человек заранее не принял решение, фактически он будет следствием. Понимаете, существует только два состояния основных. Первое состояние – причина. Второе состояние – следствие. Человек может находиться в одном из этих состояний. Либо мы решаем, что с нами будет происходить, либо наше окружение или обстоятельства будут за нас решать это. Я хочу вам сказать, что по-настоящему хорошо себя чувствует человек только тогда, когда он является причиной. Захотел сделать продажу Ивану Ивановичу – подготовился, выполнил правильно все шаги, продал – ты являешься причиной. Захотел сделать продажу Ивану Ивановичу – что-то сделал, получил поражение – являешься следствием. Обычно состояние причины, знаете, можно сравнить состоянием радости, счастья. Обычно нам нравится, когда мы побеждаем. Следствие – это тот, кто проигрывает. Это довольно просто. И когда начальник отдела продаж на вопрос, как именно ты собираешься сделать этот объем продаж, говорит, ну, мы будем, как обычно, стараться, мы будем делать то и то, я понимаю, что этот человек находится в состоянии следствия. И весь его отдел находится в состоянии следствия. Понимаете, возможно, и у них будет какой-то объем продаж, но точно не благодаря их собственному решению. Поэтому для того, чтобы компания работала хорошо, для того, чтобы каждый сотрудник работал эффективно, прежде чем он приступит к работе, у него должен быть план на день. Прежде чем он приступит к работе, у него должен быть план на неделю. План – это конкретный перечень конкретных задач, что он будет делать. Если это продавец, в этом плане должны быть запланированы звонки. И это не просто задача сделать 50 звонков. Нет, там должно быть указано, кому конкретно он будет звонить, или какой категории клиентов, или из какого списка он будет делать звонки. На каждую задачу должно быть указано, какой конкретно результат он хочет получить. Чтобы не получилось так, что руководитель у него спрашивает, дружище, ты выполнил задачу? Он говорит, да, я позвонил. Какой результат? Ну, не знаю, я звонил. Понимаете, когда человек делает звонок, он должен понимать, зачем он это делает. Например, договориться о времени презентации, договориться о встрече, договориться о том, что мы вышли ему какое-то коммерческое предложение и так далее. То есть, у каждой задачи есть сама формулировка задачи и есть обязательно заранее установленный результат. И если это продавец, пусть он запланирует звонки, встречи, презентации, подготовку документов. То же самое бухгалтер. Если спросить у бухгалтера, дружище, у тебя есть планы? Ну, обычно бухгалтера говорят, да нет, ну какой план? У нас обычная рутина. Но это не так. У бухгалтера есть работа сделать разноску счетов, это поступление денежных на расчетный счет. У бухгалтера есть работа, связанная с тем, чтобы подготовить данные для формирования отчета. У бухгалтера есть работа, связанная с тем, чтобы какую-то дебиторку получить, там, например, от наших клиентов. Работа, связанная с проведением документов первичных бухгалтерской системе и так далее. Это все определенные задачи, понимаете? Когда человек, начиная работу, он не видит всего перечня задач, он не в состоянии определить приоритеты. И получается, для того, чтобы таким человеком управлять, нужно много усилий, нужно отдавать ему какие-то отдельные распоряжения. Работа руководителя становится просто адской. То есть, если у человека есть план, у сотрудника есть план, им очень легко управлять. Во-первых, он сам уже руководствуется этим планом. Во-вторых, руководителю очень легко проверить ход выполнения плана. Минимум усилий, максимум результата. И я хочу вам сказать такую вещь. Я с этим сталкивался неоднократно, что если только мы добиваемся, чтобы каждый сотрудник компании перед тем, как начать рабочую неделю, имел конкретный план задач с конкретными результатами, одно лишь только это значительно увеличивает эффективность труда и снижает нагрузку на руководителей. Сотрудники в большей степени становятся причиной. Вся компания в большей степени становится причиной, чем следствие. И, конечно, план позволяет правильно оценивать приоритеты. План позволяет заранее оценить, реально ли это или нет. Хватит ли времени рабочего на то, чтобы эти задачи выполнить. А если не хватит, тогда нужно выбрать приоритетные. И так далее. И я очень вам рекомендую. Внедрите у себя планирование. Внедрите у себя планирование для каждого сотрудника. И эффективность работы вашей компании значительно вырастет. Продолжение следует...